Официальный символ, реликвию и святыню каждой воинской части – боевое знамя. Сегодня вручили 56-му зенитному ракетному полку, который был сформирован на территории Лунинецкого района в начале года. В торжественной церемонии принял участие командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович. Очевидцами события стали наши корреспонденты. Новый зенитный ракетный полк был сформирован в Лунице 16 января. Создание в приграничье подразделения, отвечающего за противовоздушную оборону, стало практически ответом Беларуси на активную милитаризацию Запада и возрастание военного потенциала возле наших границ. Непростая военно-политическая обстановка на сегодняшний момент. Это в первую очередь связано с милитаризацией Польши, стран Балтии, где значительно выросла военная группировка. Там до 300 тысяч создают вооруженные силы Польши, значительно увеличена контингенция Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день, я вам скажу, более 600 крылатых ракет находятся на востоке, которые перекрывают всю территорию Республики Беларусь. В то время как у западных рубежей нарастает военная угроза, здесь, в Лунинецком районе, практически в полусотни километрах от границы, совершенствуется военная инфраструктура. Укрепляется материально-техническая база, создаются достойные условия для службы и жизни лучших специалистов военно-воздушных сил и войск ПВО. Очень много делается, конечно, нашим государством в отношении военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Это связано, в первую очередь, с защитой воздушных рубежей, поэтому идет плановое, поэтапное переоснащение на новые, современные, модернизированные образцы вооружения и военно-специальной техники. Но также огромная поддержка социальная, меры поддержки наших военнослужащих. По словам командующего, личный состав ВВС и войск ПВО демонстрируют отличные результаты в боевой подготовке и дежурстве. Так и недавно белорусские зенитные расчеты вернулись с российского полигона Телимбак, где отстрелялись на хорошо и отлично. Очередным событием в жизни 56-го полка стало торжественное вручение боевого знамени. Кроме командующего военно-воздушными силами и войсками ПВО генерал-майора Андрея Лукиановича, в мероприятии приняли участие начальник зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев. Личный состав полка – ветераны, представители района администрации силовых структур. Вместе со знаменем командиру полка Василию Костежу была передана грамота президента Беларуси. Принимая знамя, разрешите заверить вас в том, что 56-й зенитракетный полк всегда на должном уровне выполнит поставленные вами задачи, а личный состав будет верен своему воинскому долгу и традициям старших поколений. Боевое знамя олицетворяет честь, доблесть, мужество. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Именно поэтому день его вручения праздничный, знаковый для каждого, кто стоит в строю. Татьяна Будгусаим, Юлия Селюк, Виталий Барташевич и телерадиокомпания «Брест».